Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел сегодня экскурсию для школьников, приехавших из Донбасса. Дети приехали в рамках проекта «Университетские среды», разработанного в Мининском педауниверситете. С Нижегородским Кремлем и его историей познакомил их губернатор Глеб Никитин. Вы, я прочитал из Мариуполя, да, Снежная, Макеевка, Горловка, да? Все, все перечислил, да? Помните, когда татаро-монголы пришли на Русь? Какой год? Ну, ребят, историю надо учить. 1223 год, это первое столкновение, то есть через два года буквально. То есть город основали, и совсем скоро началась вот эта великая смута. По перепадам высот, это самый значимый Кремль, то есть от 90 до 100 метров перепады высот, и он является самым сохранившимся. Рассказывать про Кремль, про Нижний Новгород, Нижегородскую историю, одно удовольствие. Начиная с Петра I, все абсолютные императоры, цари и так далее, все это делали. Ну, вот в прошлом году, 21 августа, в очередной раз был здесь Владимир Владимирович Путин. Также по программе не было предусмотрено, но он сказал, дай я зайду. Я когда приехал сюда в 17-м году, хотя я работал в Министерстве промышленности Российской Федерации, по идее знал в том числе историю промышленности, для меня было открытием, что именно Горький стал основным арсеналом победы. Мне самому было интересно увидеть ребят, увидеть их настроение, интерес какой-то. Ребята очень позитивные, с огромным интересом к истории Нижегородского края. Кстати, сегодня день Крещения Руси, мне кажется, такой символичный день для обсуждения с ребятами из Донбасса, всех наших исторических взаимосвязей. Конечно, мы будем активно помогать восстанавливать мирную жизнь там. А сегодня хотелось поделиться красотами Нижнего Новгорода, поднять настроение. Мне кажется, это удалось.